Девочки и мальчики Ух ты, это красиво! А ты успел загадать желание? Да, я знаю, что когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Вот повезло! Не расстраивайся, Миланочка, ты тоже обязательно когда-нибудь увидишь это чудесное явление. А теперь я мечтаю найти упавшую звезду и подарить маме. Она, наверное, обрадуется такому подарку. Еще бы! Ведь водочки такие красивые и блестящие. Не хочу вас огорчать, друзья, но на самом деле упавшие звезды совсем не похожи на маленькие блестящие драгоценности. Они большие, совсем не блестят, а когда долетают до земли, становятся похожими на оплавившиеся камни. Правда? Вот жалко! Но зато мы в любое время можем любоваться ими в ночном небе. А я так хотел подарить звезду маме! А ты сможешь это сделать, Женечка. Когда ты вырастешь, может быть, сможешь открыть новую, никому ранее неизвестную звезду. И назовешь ее маминым именем. Я думаю, твоя мама будет очень счастлива. Да, это интересный вариант. А я видела стаю птиц, но баба сказала, что это журавли. Да, действительно. Журавли в сентябре улетают в теплые края. А еще улетают туда же, на юг, грачи, дикие утки и другие пернаты. А вот у детского поэта Степанова есть красивое стихотворение об этом. Вот, послушайте. Птиц провожают в дорогу леса. Долгое эхо летит в небеса. Птиц провожают в дорогу луга. Выросли травы в большие стога. Даже во след им, как будто крылом, Пугало машет пустым рукавом. А откуда птицы знают правильный путь, Дуняша? Дуняша, а ты можешь нам объяснить, Женечка? А давайте мы вместе попробуем найти ответы на этот вопрос. Вот какие у вас будут предположения? Я думаю, что птицы находят дорогу по солнцу и звездам. Я знаю, что есть такой способ. Мне кажется, они сверху видят деревья, растения, траву. И они помогают увидеть направление полета. А еще какие идеи? Думаю, что птиц ведут те, которые уже летали во юг и знают дорогу. А может быть, у птиц есть внутренний компас? Ну, как на самолете или как на корабле. Какие интересные у вас мысли. А скажите, ребята, а вы знаете, как называются научные предположения? Нет, не знаем. Скажи, пожалуйста, Дуняша. Такие вот научные предположения называются гипотезы. И сейчас вы высказали свои гипотезы, как настоящие ученые-орнитологи. Орник-то? Орнитологи – это ученые, которые изучают повадки птиц. Дуняша, а какая же наша гипотеза оказалась правильной? Как все-таки птицы находят дорогу? Ребята, я вас немного разочарую. Ученые до сих пор не могут разгадать этот секрет. И этот вопрос считается очередной загадкой природы. Так что остается только поражаться тому, как умеют такие маленькие пернатые создания находить дорогу на юг и возвращаться назад. Ведь в школе птенцы не учат географию, а их родители иногда даже сами в первый раз летят в далекие края. Они пролетают огромные морские пространства и днем, и темной ночью. И тем же путем возвращаются назад? Да, Женечка. Причем они не просто прилетают в ту же страну, в тот же город или село. Они возвращаются на свою улицу, своим родным гнездом. Я теперь птиц буду не только любить, но еще и уважать. Они такие умные. Да, тут нечего возразить. А я предлагаю вам сейчас посмотреть интересный мультфильм про птичек. Мультфильм! Птичек, беда-беда! Ужасный зверь ползет сюда! Птичек, беда-беда! Теперь он будет знать. Несчастный забияк! Я на него как кошу налетел. Но он тебя чуть-чуть не съел, однако. Я сам его чуть-чуть не съел. Чик, все же нам пора подумать о гнезде. Где мы найдем дупло? Где мы найдем? Везде. Возьму и прогоню сейчас отсюда Чива. Он поступил со мной нечестно и трусливо. Он выбирал удобные места, покуда я чуть-чуть не съел кота. Чик, погоди! Ведь так нельзя! Они соседи и друзья! Послушай, Чик, лети своей дорогой. Тебя не трогал Чив, и ты его не трогай. А вам какое дело до него? У нас один за всех и все за одного. Вот я сейчас один со всеми вами справлюсь. Недаром я грозой котов и кошек славлюсь. Ну что с тобой, милый мой? Ты жив? Да, жив. Но не совсем. Мне очень плохо. Ой-ой-ой. Ой. Как же я им задал всем! Не ты им задал, а тебе они изрядно задали. О нашей будущей судьбе подумать нам не надо ли? Нельзя вернуться нам назад. Нас воробьи не пустят в сад. И где же мы в конце концов с тобою выведем птенцо? Не беспокойся. Я всегда найду местечко для гнезда. И уши во всяком случае не худшие, а лучшие. Ну что, птенечки мои, я вижу глазки у вас уже совсем сонные. Да. Нам пора с вами в нюндочке теплые постельки. Спокойной всем ночи. Сладких снов, ребята. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Субтитры подогнал «Симон» Дремлет облака в постели, спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет, над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно, в небо улетая, сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова